В начале выпуска цифра дня. 10,8%. Такова доля банковских кредитов, платежи по которым были просрочены на срок более чем 90 дней. Об этом в среду сообщили в Центральном банке России. Наибольшим объем просрочки остается в розничных кредитах с начала года. Он вырос более чем на 50% в 30 регионах страны. Быстрее всего этот показатель увеличился в Калмыкии, Малинецком и Чукотском округах. Рестарт, перезагрузка. Заказывайте билеты по телефону 3-802-862 или на сайте кассы.ру. Не пропустите. Организатор Центр Харизм. На тенденцию роста долга не могут не реагировать кредитные организации. Банки России перестали выдавать больше пяти займов. Финансовые компании переориентируются на свежих клиентов. В настоящее время те, кто имеет один кредит, тратят в среднем четверть своих доходов на погашение. Год назад лишь пятую часть. И тогда банки спокойно выдавали и шестой, и седьмой кредит в одни и те же руки. Но боясь долговой просрочки теперь перестали. Поэтому количество заемщиков, у которых было более одного кредита, сокращается. Время для покупки. Квартиры в Новосибирске упали в цене в мае. Снижение наблюдается как на рынке новостроек, так и на вторичное жилье. Такую тенденцию зафиксировали эксперты агентства «Жилфонд». Сейчас покупка квартиры в строящемся доме обойдется дешевле на 0,05%. На примере однокомнатной квартиры в Кировском районе снижение будет около 10 тысяч рублей. В среднем квадратный метр жилья по городу стоит 55 300 рублей. А на рынке вторичного жилья падение серьезней – 2,3%. Но цена квадратного метра остается выше, чем в новостройках – 61 тысячу рублей. Эксперты прогнозируют, что цены могут начать расти осенью, когда на рынок начнут выходить покупатели с инвестиционно-сберегательной мотивацией спроса. Китайские инвесторы вложили деньги в новосибирское сельское хозяйство. Продовольственная корпорация и внешнеторговая организация «Хэншэн» договорились о создании совместного предприятия. Помимо наращивания оборотов экспорта сельхозпродукции из России в Китай, восточные соседи крайне заинтересованы в туристическом и гуманитарном сотрудничестве. Объем первоначальных инвестиций составил 80 миллионов рублей. За последнее время власти Китая подправили собственное законодательство, предельно упростив таможенные процедуры и расширив возможности для сибирских предпринимателей, готовых наполнить китайский рынок экологически чистыми продуктами собственного производства. Низкость министра сельского хозяйства нашей области Василий Пронкин подтвердил готовность министерства взять ответственность за реализацию проекта со стороны новосибирских производителей. Заходят иностранные компании и на территории Новосибирско-промышленного пологистического парка. В этом году объект активно развивается, контракты заключаются со многими резидентами. Подробнее об этом расскажет Владимир Никонов, генеральный директор агентства инвестиционного развития региона. Недавно мы подписали договор аренды на большой участок земли, где должен разместиться оптораспределительный центр. Это корпорация Ермак с Росагромаркетом делает это. В переговорах мы находимся еще с одной компанией, она зарубежная, в планах которой разместить здесь завод по производству панелей. Точнее так, ограждающих конструкции стеновых с минеральным и органическим утеплителем. Точно так же мы близки, по сути дела, к размещению на нашем ПЛП еще одной компанией, которая должна заниматься расфасовкой напитков быстрого приготовления. То, что мы знаем, три в одном и так далее, это пока небольшая. Но интерес к площадке сегодня мы ощущаем большой. Многие компании, которые хотели бы рассмотреть возможность размещения своего производства в Новосибирске, обязательно интересуются нашими возможностями. Ну и тому, кому они подходят, в общем, продолжают с нами общение. И поэтому, будем говорить, некоторое затишье, которое было в прошлом году, сейчас уже себя, по сути дела, мы с ними не сталкиваемся. На отдыхе не экономим. Россияне стали больше интересоваться зарубежными вип-турами. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России. Спрос на отдых за границей стоимостью больше полумиллиона рублей вырос за весну на 29%. В пакет услуг входит перелет бизнес-классом и проживание в элитном отеле. Интересно, что на более дорогие туры стоимостью от 2 миллионов рублей спрос также вырос на 7%. Эксперты объясняют это просто. Раньше такие путешественники тратили гораздо больше денег на отдых, а теперь начали условно экономить. Чаще всего россияне выбирают вип-туры на Сейшельских и Мальдивских островах, а также во Вьетнаме и Доминиканской республике. А что касается жителей Новосибирской области, которые привыкли отдыхать в запрещенных для въезда Египта и Турции, то они нашли им замену. Теперь новосибирцы выбирают Грецию и Тунис. Об этом сообщили в Ассоциации туристических организаций. В прошлом году Египет и Турция занимали 60% от общего числа летних путевок. Теперь же выбирают отдых в Болгарии, Таиланде, Тунисе и особенно в Греции. Переориентируются новосибирцы и на внутренние направления отдыха, особенно на курорты Крыма и Краснодарского края. Начало сезона ежедневно в Крым из Новосибирска отправляется 22 чартерных рейса в Сочи и Анапу по 16. Билеты по низким ценам раскупили еще в феврале. Но не все бизнесмены начинают развивать внутренний туризм в регионах. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что интерес предпринимателей к этой отрасли падает. Цитата дня от Майла Амидзе, исполнительного директора агентства. Мы наблюдаем инерцию со стороны бизнеса в регионах и это полная для нас неожиданность. Бизнес не доверяет существующим процессам на рынке и неохотно вкладывает средства в развитие туристической отрасли в регионах. Инвесторы оказались не готовы к развитию туризма внутри страны, хотя выгода очевидна и легко просчитывается. Конец цитаты. Это были деловые новости. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова